добрый вечер друзья почти 9 часов от работы возвращаюсь у нас был сегодня такой существенный митинг важный на котором определился формат того что у нас будет происходить в качестве сдвига в сторону автоматизации не то что у нас раньше не было автоматизации у нас было с первого дня как бы мы так меняем немножко кое-какие вещи в частности вот мы сейчас как бы сезон автоматизации усилия по автоматизации тестирования начинаем с того что у нас будет 9 апреля начнется новый курс мы планировали пятого но вот сегодня мы определились так что это будет понедельник 9 апреля это будет понедельник четверг два вечера в неделю 8 часов в неделю всего мы планируем 80 часов то есть 10 недель но в принципе у нас есть некоторая гибкость почему потому что у нас задача не вообще говоря материал изложить но смысле вот сколько-то часов там отработать а у нас задача чтобы люди с этого с этим материалом могли потом искать работу в частности вот как бы мы занимаемся и тем и другим не вообще материалом а еще и работа это же то есть как бы это тоже на нас мы мы участвуем очень активно поэтому если договорились так что если это займет не 80 часов как планируется вплоть до 120 то есть как как там и так заложили максимально значит это будет до 120 то есть мы должны понять сколько времени уходит на то чтобы научить не автоматизирующего человека автоматизации на таком уровне чтобы он мог пойти найти работу имеется ввиду не новичок а тот кто работает уже в ручном тестировании то есть он ему не надо объяснять что такое тест кейс или там как пишется баги порты или как там в компании что устроено это люди которые могут абсолютно сосредоточиться на технической части автоматизация там есть на чем сосредоточиться на самом вот поэтому такой вот курс начнется мы с тем чтобы была возможность как бы отобрать людей которых мы хотим отобрать мы сказали пусть будет там не не полная стоимость а только половина то есть за тысячу сто долларов можно значит пройти этот курс и мы хотим тех людей которые пойдут искать работу тех кто просто любопытный допустим мы вот ваше учи в данном случае не хотим пока это не коммерческая вещь мы не зары мы не пытаемся на ней заработать а мы пытаемся как бы создать некий прецедент и заодно отработать курс там там вообще говоря мы договорились что будет не больше 20 человек в классе но получается так что мы своим таскать составом там будем хорошо присутствует из наши преподаватели все хотят и и и не только преподаватели что интересно то есть у нас есть другие сотрудники которые скажем не преподающие но тоже хотят и и я лично хочу давать у тоже хочу ну и в общем получается такая история что почти с десяток у нас своих там есть вот поэтому я даже не знаю там пару человек сегодня приходили и говорят мы хотим на этот класса и мы говорим знаете ребят если вот так мы давайте подождем если останется пару мест то пожалуйста а если нет значит нет ну то есть вот пока пока чуть не не знаю пока вот так у нас уже спрашивают а когда следующий будет мы говну ну подождите моё ну ну будет ну будет обязательно самое начало следующий может быть глажи пойдет да там будет больше опыта в проведении вот этой части материалы все готовится там все по серьезному из того что немножко необычно для нас мы например говорим вот у нас есть компьютеры пожалуйста мы на самом деле поставили новые лэптопы мы их там приобрели поставили хорошие новые симпатично все на месте но наши школьные компьютеры так сконфигурированы что они как бы обновляются то есть если вы там что-то наделали то дальше компьютер перестартуется и все что было исчезает поэтому у нас многие студенты со своими ходят кто с маками дать есть если не привыкли на мак потому что у нас стоят под windows лаптопчики и в данном случае мы не говорим пользуйтесь нашим мы говорим пользуйтесь своим потому что в автоматизации как бы существенное усилие прикладывается к тому чтобы создать вот этот самый environment на среду который происходит тестирование то есть установить там все что надо отконфигурировать и так далее поэтому что сказать значит те кто поет те кто придет туда значит вы должны приходить со своим хозяйством иначе у них мало чего получится ну вот вот примерно так значит это будет это будет селениум веб-драйвер в данном случае он будет у нас с джавой и не только селениум веб-драйвер но там еще есть такой инструмент называется кукамбур вообще так я бы назвал кукамбур как огурец но вот почему-то люди называют кукамбур мы будем пользоваться интелли джей айдея development environment integrated development environment для джавы ну и в общем там все остальное что будет надо у нас будут проекты мы в конце добавим к этому ко всему питок занятий по тестированию веб-сервисов rest api ну есть некоторые соображения почему это нужно сделать но надо дойти еще до конца подождите там у нас впереди три месяца вот будем записывать может быть не столько записывать для того чтобы все подряд смотрели а записывать для того чтобы потом отрабатывать этот материал я думаю так мы потом еще запишем и еще запишем и еще запишем у нас налажена система стоит шикарная камера такая знаете как на стадионах ставят или концертных залов и она все очень здорово пишет с помехозащищенность звука там изумительно вот так что мы можем писать все подряд там редактировать дальше запускать и так далее вот такое у меня сообщение вот а дальше у нас будет немножко усложняться я так называю я утвердил шесть разных программ сейчас в сакраменто это в столице штата там где наша лицензирующая организация находится вот я к ним отправил шесть программ на утверждение и из этих шести программ 4 это чисто автоматизация а дальше нам комбинации разного но вот то что мы сейчас будем делать я это назвал теста там еще будка м силвер да то есть серебряный силвер дальше у меня будет еще немножко более мощный будет gold голос будет включать кроме селенью веб драйвера будет включать уже и rest api вот потом у меня есть значит платинум который будет и веб драйвер и rest api и apium это для тестирования мобильных приложений вот а а четвертый он такой уже я его назвал даймонд такой вот этот даймонд он будет совсем таким all-inclusive то есть там помимо веб драйвера rest api apium а для мобилок вот там еще будет white box тест то есть такая найти тоже ну там языки могут меняться но в принципе мы пока смотрим на джаву пока джаву вот можно менять язык это это не вопрос пока так и в общем то так потихонечку шажочек за шажочком мой план такой чтобы до конца года до конца года процентов 20 того что мы делаем это было бы об обучение автоматизации тех кто уже работает то есть вот так как бы если их назвать мастерами то начинающие у нас там будет бакалаврами вот я хочу наших там 500 бакалавров которые мы каждый год обучаем я хочу чтобы их осталось 400 а 100 у нас было бы мастеров ну вот как бы идея такая я не знаю там как получится но для нас это принципиальный совершенно момент мы ресурсы в это вкладываем и в общем как бы так настроены очень очень решительно по всех отношениях для для школы это в плюс а плюс с нашим способностям по трудоустройству нам очень не хватает народ более квалифицированно пойти у нас такие запросы идут и столько столько компаний менеджеров хотели бы у нас кого-то взять но вот а у нас по квалифицирование нету поэтому мы хотим вот их брать уже те кто работает и ну либо они на работе у себя начнут делать автоматизацию что тоже неплохо что не взять на человека срывать с рабочего места вот пусть пожалуйста пусть на работе а те кто хочет найти работу другую значит мы очень-очень надеемся что нам удастся поучаствовать в этом процессе потому что у нас есть возможность существенная такая вот такая история есть то что конечно надо учиться хорошо и поэтому мы как бы в нашем процессе отбора как бы мы на первое место ставим мотивацию и готовность как бы пахать при условии что опыт какой-то там в ручном тестировании есть вот наверное и и все значит мы начинаем 9 числа понедельник 9 апреля понедельник в 7 часов вечера вот у нас так 7 до 11 два раза в неделю такой такой вот интересный начинается процесс все друзья спасибо новостями поделился пойду теперь погуляю сейчас возьму супругу приеду домой и пойдем гулять по городу счастливо и и и и и и